Вы вспомнили о Лукашенко и сегодня, значит, еще один самопровозглашенный диктатор дал интервью, в котором вот заявил, что конфликта в Украине можно было бы избежать, остановить его можно сейчас, а также цели СВО в принципе уже выполнены, потому что будущее Украины уже никогда не будет столь агрессивной, внимание, Украина, агрессивная, и прозападная. Как бы вы прокомментировали вот эти его заявления? Это кто такой? Лукашенко. А, это все Лукашенко. Да, да, да. Лукашенко, конечно, кидает из стороны в сторону, он то сам говорит, что пора с Западом снова договариваться, то, так сказать, опять у него Украина никогда не будет прозападной, но на самом деле это такой звоночек. А раз Лукашенко это говорит, что цели достигнуты, это такой маркер, Путин, конечно, такого не скажет, но это маркер того, что Россия машет, мы готовы договариваться, давайте, мы готовы. И я уверена, что ходоки из Кремля ходят и в Вашингтоне, и в Париже, и в Берлине для того, чтобы там где-то в Кулуарах говорить, ну, надо же договариваться, ну, сколько же можно воевать, ну, как же так, лучше дипломатическим способом. Ну, вот, на самом деле, хоть и Менсон и опроверг свои высказывания, но совершенно очевидно, что это была попытка проверить общественное мнение в Украине. Хорошо, что сразу это общественное мнение отреагировало, чтобы не было никаких иллюзий, что можно попытаться продавить мир в обмен на территорию. Ольга Владимировна, раз уж, как мы поняли, род Лукашенко, это, в принципе, озвучивает мысли Путина. То есть, мы видим, что они все больше хотят договариваться. Вот он даже заявил, что отношения между Россией и Украиной в будущем можно наладить, и над этим нужно уже сейчас серьезно работать. А почему они так склоняют к переговорам? То есть, они уже выдохлись воевать? Или понимают, что эта война приведет к их крушению их власти, если она затянется? Ну, конечно, воевать тяжело. Нужно, собственно, новое пушечное мясо вербовать в России. И понятное дело, что Кремль к этому подготовился. Были приняты большое количество новых законов, был увеличен призывной возраст. Сейчас будет не столько мобилизация, на мой взгляд, сколько будут пытаться грести в призыв большое количество молодых людей. Но это страшно на самом деле, потому что молодые люди, которые будут тащить на войну, могут и выступить против режима. И если создавать революционную ситуацию, то надо попытаться призвать очень много народа. Вот тогда действительно в России может случиться какой-то взрыв. Потому что вот эта ситуация, как во время Первой мировой войны, когда солдаты не просто штык в землю, условно говоря, но начали вешать своих офицеров, развернулись, пришли в Петербург и свергли, собственно, власть. Да, вот примерно к этому сейчас ситуация в России приближается. И в этом смысле, конечно, Кремлю страшно. Им хочется договариваться, им хочется заканчивать.